Когда я впервые вышла на сцену, настоящую сцену в Театре Сатиры, конечно, это было продолжение школы, продолжение обучения, потому что стала играть сразу большие роли и много ролей, стала ведущей актрисой сразу же. А потом, когда это закончилось, закончилось все вовремя, тогда, когда я должна была закончиться. Классику я почти сейчас не играю, но особенно не предлагаю. А если предлагают, скорее всего, я откажусь, кроме одной пьесы, которую я люблю, которую я буду играть всегда, если еще кто-нибудь когда-нибудь... А это какое-то предложение пьесы называется «Вишневый сад». Антон Павлович Чехова. Я очень любила Миронов. И в какой-то степени я ее сыграла, но очень небольшой. У меня очень много было партнеров, больших артистов, очень известных. И Смоктуновский, и Левонов, и Папанов, и Миронов. И многие другие. И все, конечно, на меня повлияли и помогали мне в какой-то степени, даже когда я их сама не очень интересовала или устраивала. Но все равно я пыталась им соответствовать. И я понимала, что я нахожусь рядом с выдающимися актерами. Господи, если так на меня действует музыка, если я так плачу, я актриса. Открыла дневник, на лестнице, где мы жили, на загородном. Открыла дневник, разрезала палец мне битвы и написала кровью от одного угла до другого. Я буду актрисой дневник лежит дома до сих пор. И стала потихонечку освещать кровью. Это печень, но это макрофессия. Неприемлемо. Плохая пьеса. Бездарный режиссер. Не своя компания, которая собирается на спектакль или на съемки. Но если это талантливый очень человек, то я многое могу ему простить. И ради того, чтобы получилось то, что мы задумываем, могу многое простить, многое могу перетерпеть. Если я буду понимать, что действительно может быть результат. Если я этого не чувствую, то я, конечно, терпеть не могу. Это моя работа. Это работа актрисы, которая работает в интерпризе. Это в основном гастроли. Это гастроли по всей стране. Бесконечные. Без начала и без конца. Они являться, не прекращаясь. И я очень этому обстоятельству рада. Хотя это нелегко. Но зато я знаю зрителей, я знаю нашу страну, я знаю наших людей. Я знаю, для кого я выкладываю, для кого я нещажу себя. И мне ради этих людей это совершенно себя как-то поберечь. Или в таких смысле, что это все-таки провинция, а вот я приеду в столицу, я там выдам. Такого у меня нет. Эти люди заслуживают гораздо большего, чем столичная публика. Испания, пожалуйста. На седьмой раз понимаю, что надо, что-то еще. Ничего в голову не приходит. Думаю, пора ноги подключать. Ноги у меня не сильно, как в испанских сапогах. Они не тягут от того, потому что от волнения они стали неподъемными. Совершенно. Без сварик. Думаю, буду хотя бы под музыку подключить. Понимаю, что я могу. Что я могу в вашем месте чувствовать. Их у меня. Сейчас в рук и все. Она играет быстрее, я ее на пустыне. Она говорит, давай, 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 да я ее будем. И он звонил быстро, потом побежала. Побежала по кругу, деду беру, как цирковая лошадь. И смотрю уже педагоги мои вот так вот, которые не слились в одном мнении, и передо мной. Ну, к сожалению, эти дистанции не мы устанавливаем, не актеры. Если бы от нас что-то зависело, наверное, бы многое бы по-другому складывалось. Так мы ни на что не имеем права. Не имеем права там сделать замечания зрителям. Зритель есть такое... Из речения, зритель всегда прав, а артист всегда... Если зритель чем-то недоволен, то не прав артист. Ну, это не очень справедливая точка зрения. Потому что, бывает, зрители тоже нарушают правила игры. Не могут громко встать, демонстративно выйти из зала, хлопнуть дверью. Могут крикнуть из зала. Какие-то даже оскорбительные слова. И актер должен делать вид, что он этого не расслышал, или что это его не касается, или что он выше этого. Но на самом деле это очень больно ударяет. И потом очень трудно собраться, очень трудно дальше вести спектакль. Ну, прежде всего, раньше редко люди, которые не очень способны, оказывались на курсе, их обучали. Или если они оказывались там по какой-то протекции, то через пару месяцев они все равно были исключены. Сейчас такого нет. Сейчас учатся дети друзей, дети родных. Ну, это понятно, как у нас сейчас, мы так все живем в таком состоянии, что если у тебя нет знакомства, ты, в общем, неизвестно, чем будешь заниматься в этой жизни. Только знакомство все решает. То же самое и в театральных вузах. Очень много случайных людей, очень много актерских детей, которые, наверное, были бы в чем-то более интересны и пригодны. А не в этой профессии. Ну, такой простой путь, когда можно договориться, и впрямую, да, не получат образование какое-никакое. И потом начинаются мучения. Если человек никогда не испытал на сцене того, что можно испытать, то этих людей, этих актеров просто можно только пожалеть. Только адским трудом, адскими усилиями, адской работой. Иначе никак. Если ты начнешь себя жалеть и преподносить себя как большую артистку, которой нужны особые условия в жизни, то это просто смешно. На мой взгляд. Я живу уже как живут все, вся наша страна. Я езжу на метро, я... У меня вот в райдере, так называемый, у меня кефир, спортивный зал и два банана. Вот что мне нужно в день. Больше мне ничего не нужно. Ну, чем меньше артисты себя что-то представляют, не потому что я про себя так восхваляю себя, но просто я наблюдала, тем больше список в райдере. Начиная от ящика, как он быть, французского коньяка 1813 года, и кончая биотуалетами, которые за ними везут следовательно, и машинами, какими-то там люкс-классами, которые подаются прямо к вагону. Вот с этого начинается падение артиста, его ничтожности. Вот так многие ходили, девчонки, что вот из-под платья штаны. Но самое интересное, что я так в Москву явилась на приемные камеры. Как-то привычнее так было. Все закрыто, прикрыто теплом. А приехали педагоги из Москвы набирались, Венинград как-то раньше ездили по всей стране, набирали абитуриентов. Приехали в Москву величайшие педагоги, которые учились у Немировича, Данченко и Станиславского. Представляете, какая я древняя? Это были мои учителя. И вот они приехали, А я уже походила по разным пакушкам, по самодеятельностям, что-то там читала, читала уже. Я думала, вот как, откуда, знаете, вот от такого, и не привлечивая, от такого зажатого. И, ну как сказать, ни в чем он совсем человек, откуда у него родилась вот такая безумная, безумная самоуверенность и идея прийти в актрисы. Я все думала, думаю, ну зачем вот я родилась? Зачем? Ну не для того, что же вот все время, ну там, если бы ялись там, и что бы я плакала все время. Думаю, для чего-то же я родилась, думаю. Да я все люблю, все, если бы не было время. Последнее, что я просто перечитала, Германа Гесса, я его очень люблю. В основном я перечитываю то, что я люблю. Ну и современные писатели, я люблю Лицкую, я люблю Рубину, Хемингуэя часто перечитываю. Ну, писатель, что-то я не умею для себя открывать, кто-то что-то мне советует, я начинаю читать, но чаще всего откладываю эту сторону. Предпочитаю перечитывать то, что когда-то задело меня. А это в основном классик. Ну, с музыкой так же. Чтобы я сказала, что я посмотрела последнее, когда у меня есть время, я хожу в театры, для того, чтобы убедиться, что я не самая плохая артистка на свете. И театры мне дают такую возможность. Ну, есть, конечно, города уже образовались, в которых я бываю два-три раза в год обязательно, каждый год. Ну, это в основном театральные города, где мы играем премьеры чаще всего. Это Петербург, это Нижний Новгород, это Екатеринбург, это Сибирь, Новосибирск, Омск, Дальний Восток. Ну, в общем, скажу так, чем севернее мы едем, тем теплее публика, и тем такой прием очень человечный, радушный, действительно. Я понимаю, насколько люди искренние, и насколько они хотели прийти, и просто постоять потом рядом. Самые мрачные какие-то чувства у меня сохранились из детства, из этого города, из Ленинграда. Я тут бежала, просто бежала. Как говорят, золя открытые левых варшины. Так и я бежала из Ленинграда. Бежала в Москву. Думаю, что я правильно сделала, хотя я считаю, что вот сейчас я понимаю, что красивее Ленинграды не городом мире. Когда я возвращаюсь туда, я часто там бываю на построе, я вижу какой-то фантастический, совершенный город. Это я не представляю, как можно было такой город построить, что вот каждая улица выходит на одно и вортист, и оно отовсюду видно. Это безумно красиво.